Здравствуйте дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами виноградарство понятно и доступно. Сегодня разговариваем о задержлении, черном паре и эмульсировании. Периодически, когда я показываю видео с нашего виноградника, поступают такие комментарии. Ай-яй-яй, ваш виноград растет в бурине. Как вам не стыдно? Честно, не стыдно. Нельзя так выращивать только черный пар. Давайте мы с вами разберемся, почему нельзя, почему можно и что лучше. Чем мотивированы сторонники черного пара? Они утверждают, что черный пар лучше прогревается, лучше прогревается корневая и виноград лучше растет. Давайте с вами подумаем, а всегда ли нам нужен этот прогрев? Я вот в этом сезоне, мне кажется, что даже несколько раз упоминала то, что если бы у нас была возможность сдерживать рост нашего виноградника примерно мая до 9-го, нам было бы очень классно. Нам не надо раньше, потому что как только растение начинает расти раньше, оно попадает под возвратные заморозки. Зачем нам это? И вот пару слов чуть-чуть тут отвлекусь, опять же, про вопрос разгона. Да, мы оставляем под укрытием, нам надо разогнать. Почва все равно холодная, да пусть там даже будет черный пар, неважно. Если у нас стоят холодные ночи, морозные ночи, то все равно растение плохо растет, да, вверх мы как бы разогнали. Но часто с чем мы сталкиваемся вот в такие годы, когда у нас длительные заморозки с хлорозом? У растения бледный лист, часто там вот прожилки такие вплоть до желтого. Вот в этом сезоне у нас на некоторых кустах желтый лист. Почему? Потому что вроде как зеленая масса идет, а корням холодно, и они не могут нормально качать это питание. И поэтому вот этот ранний прогрев, по крайней мере в нашем регионе, в других регионах может быть по-другому, он не нужен. Более того, хорошо, лучше прогревается, да, там, больше сумма активных температур, раньше получаем урожай. Но какой ценой? Вот я, ну, скажем так, с грядками знакома с детства. У родителей они ездили в деревню, у бабушки с дедушкой, понятно, что мы дети помогали, да, была еще дача. И везде были грядки, которые нам надо было полоть. Вот с детства для меня грядки, это вообще просто кошмарный кошмар. И полоть виноград, ну, конечно, каждый выбирает для себя, но я даже грядки пропалываю минимально и максимально избавляюсь от прополок. Мне даже не стыдно показать, вот такой у меня чеснок, и там трава. Конечно, тоже кто-то скажет, ай-яй-яй, как же вы можете так выращивать. Посмотрите, какой чеснок. Самое начало лета. Мощнейший. Зачем мне убиваться и вот это вот пропалывать, если оно растет? Ну, можно немножко, ну, так, без фанатизма. Поэтому, ну, даже грядки, да, я выращиваю вот так. Ну, есть то, что полностью замульчировано. И пропалывать виноград, выдирать там каждую травинку, ну, допустим, мы получим немножко меньше урожая, пусть мы получим его немножко позже. Вот для нас это не критично, потому что те усилия, которые надо положить на поддержание этого черного пара, ну, по крайней мере, не для нас. Следующий момент. Если у нас стоит сухая погода, черный пар быстрее просыхает, ну, это логично. У нас, опять же, в нашем регионе бывают проблемы с тем, что у нас стоит долго жаркая, сухая погода и, соответственно, просыхать будет быстрее. Да, можно поливать, но, опять же, смотрите, полив, если у нас не капельный, мы вот эту землю поливаем. Потом у нас тут брызги, они попадают на листики, на ягодки, ну, несколько идет загрязнение. Конечно, это мелочи на самом деле, но кто-то на эти мелочи тоже обращает внимание. И еще, часто говорят, что вот в траве же там сидят болезни. Кроме того, что там сидят болезни, мы об этом будем говорить, там сидят еще те, кто эти болезни ест. Ну, так, упрощенно. А когда у нас черный пар, вот там уже микробиология почвы может быть нарушена, потому что тем, кто там живет, там должна быть нормальная влага, да, нормальные условия. А если мы это постоянно рыхлим, постоянно пропалываем, а еще даем минеральное удобрение, то мы всю вот эту микрофлору убиваем. И, соответственно, вот болезни там прекрасно себя могут чувствовать и потом поражать наши кусты. Иммунитет растений мы также этим уменьшаем. Поэтому черный пар далеко, ну, не самая идеальная, скажем так, среда для выращивания винограда. Мы же выращиваем все вот так, в бурьяне. Ну, на самом деле, это обычная трава. Конечно, бурьян здесь был, потому что у нас, когда мы взяли этот участок и засаживаем, у нас не было времени, чтобы нанять технику, тут как-то перепахать, засеять все той травкой, которой нам надо. Поэтому, что было, то и было. Сейчас просто регулярно скашиваем и уже заметно, как меняется травяной состав. Вон там, видно, растет клевер. Клевер вообще замечательный для виноградника. И, в принципе, удобно и нам, потому что клевер забивает много другую траву. Клевер белый, он растет невысокий. И, в принципе, если мы там его вовремя не покосим, ничего страшного. И он требует меньше скашивания, чем, например, какая-то другая трава. Какие преимущества вот такого вот выращивания? Вот если мы будем говорить о сохранении вообще природы, да, о таких экологических факторах, то, конечно, выращивание в Диорне самое лучшее. Объясняю, почему. Мы поддерживаем почву в нормальном состоянии, в том, в котором она должна быть. Там происходят все нормальные живые процессы, которые должны происходить. Помните, что мы землю, которую используем, мы одолжили у наших детей. И наша задача постараться эту землю сохранить, не убить ее. Кроме того, что вот весь микробиологический состав, там поддерживается структура почвы, поддерживается. В жару у нас сохраняется нормальная влажность почвы. Когда идут дожди массовые, осенние, да, и влаги становится в земле слишком много, тоже трава начинает часть ее поглощать. И винограду достается чуть меньше. В нашем случае это тоже плюс. То есть здесь идут нормальные природные взаимодействия. И выращивая таким образом виноград уже на протяжении 13 лет, мы не видим какого-то явного угнетения, чего-то, чтобы вот прям виноград так плохо рос. Смотрите, вот сейчас я стою возле кустика Виллианта. Я его в коротком видео показывала. 25 мая он зацвел. Вот, видно. Сейчас вот здесь цветочки. Здесь уже даже немножко ягодки начинают завязываться. И это в такой сезон, когда в мае стояло две недели заморозков, да? В бурьяне. Как видите, на Виллиант вообще не повлияло. И, честно говоря, вот на нашей памяти, ну, было какой-то год у нас. Первая зилга, по-моему, зацвела. 31 мая. А этот зацвел 25-го. Ничем ему там вот этот вот бурьян, скажем так, не мешает. Опять же, касательно болезней. В почве происходит конкуренция всех микроорганизмов. И там много полезных микробиков, которые подавляют развитие всех вот этих вот плохишей. При этом помогая формировать иммунитет растения. Есть в этом всем, конечно, некоторые неудобства для нас виноградарей. Траву надо косить. Ну, да, тут ничего не поделаешь. Есть нюанс, что косить траву под самими кустиками, ну, не очень удобно, честно говоря. И поэтому вот на этом участке пока что все так. А на втором участке через пару минут покажу, как мы попытались выйти из этой ситуации. Ну, вот на этом участке частично, сколько у нас хватило материала, мы сделали вот такие загородки. Удобно чем? Что-что не надо лазить, косить под кустами. Там есть нюансы, да, это неудобно. А так, получается, мы делаем вот такие вот грядочки. И в эти грядки мы закладываем свежескошенную траву. Ничего мы не подсушиваем, ничего не делаем. Вот прям с косилки, да, с травозаборника. Сложили сюда плотным слоем и все. И больше мы не делаем ничего. Это мы практикуем уже, ну, может не 10 лет, может чуть меньше, но достаточно длительный срок. К весне это все, как правило, разрушается. Опять же, смотрите, как бы мы не насыпали борта, все равно оно все усаживается со временем. И к весне, как правило, мульчи может оставаться тоненький-тоненький слой. Но не больше. При этом там жизнь, там рыхлая почва, там живут червячки, там удерживается влага. Для нас это удобно, комфортно. И растениям это тоже очень нравится. Повторю, что уже мы достаточно длительный срок используем вот такие вот штуки. Ну, а остальная часть участка, где материала не хватило, у нас тоже все просто в траве. И вдобавок, вот пока готовила это видео и показывала про то, как у нас немножко жабки подрыли один кустик. Было много комментариев, что вот, надо все пропалывать. Мы этого делать не будем. Мы бережем наши руки, мы бережем наше здоровье, мы бережем здоровье почвы, которую мы используем. Я уже говорила и повторю еще раз. Наша земля нам не принадлежит, мы их одолжили, мы ее одолжили в будущих поколений. Поэтому мы выращивать будем все так. Да, есть нюансы. Ну, вот на этом участке, кстати, все растет в траве, ну, за исключением тех грядочек. И здесь проблем с жабами нет. Немножко другой участок, немножко другая почва. Поэтому здесь так, там по-другому. Конечно, в итоге, как выращивать, решать вам, как вам удобно, как вам комфортно, как вы для себя считаете правильным. Понятно, что речь о задернении не будет идти там, где укрывают виноград на зиму землей. Ну, это просто глупо, да? Мульчирование там может иметь место быть, ну, а задернения нет. То есть вы для себя выбираете то, что нужно вам. Но вот эта вот демонизация дерна, демонизация мульчи, она неправильная. Прекрасно растет виноград даже у нас на севере, и в задернении, и в мульче. Это экономит ресурсы нам, это поддерживает почву в хорошем состоянии. И, ну, на канале есть видео с нашими урожаями. Я считаю, что для нашего региона и для тех усилий, которые мы ко всему этому прикладываем, результат у нас более чем достойный. Конечно, как вариант, еще можно, например, все застелить мульчирующим спонбондом. Да, такое тоже возможно, но для нашего участка это будет безумно дорого. Для небольших участков, да, вот там как раз-таки и почва прогревается, да, и работает она под этим спонбондом так, как надо. То есть вот этот вариант вообще такой, ну, очень-очень классный, очень рабочий и очень экологичный. Но затратный, поэтому не каждый, скажем так, может себе позволить. Мы идем на наши виноградники, ну, в общем-то, по пути наименьшего для нас сопротивления. Поэтому мы вот выращиваем в дерне, пусть для кого-то это будет бурьян. Со временем, да, здесь тоже станут грядочки, в которых вот мы травушку сили, туда же сложили и забыли. Там все будет работать так, как ему нужно работать. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов, награды и наши контакты. И до новых встреч!